МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого карагандинского новости в студии Гульмар Жакен. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главных событиях дня. 17 машин столкнулись на трассе Караганда-Тимиртау. Убийцам тимиртауского таксиста вынесен приговор. Судебный процесс длился больше года. Впервые в Казахстане открылся iPad Class. Какую пользу принесет новшество и как оно отразится на качестве образования школьников Караганды? 1800 человек смогут сохранить рабочие места в результате созданных 7 проектов на сумму 3,4 млрд тенге. Бизнес-идеи были поддержаны региональным координационным советом. Они получили субсидии в рамках единой программы поддержки развития бизнеса «Дорожная карта-2020». Продлили сроки субсидирования по кредитам такие предприятия, как Карагандинский кмелькомбинат, Казметизы, Экоиндастри, Автобусный парк номер 3, Евротехсервис Ка и Инек. Директор автопарка рассказал, что изначально брал более 3 млрд на покупку 185 новых автобусов. Все они сейчас курсируют на городских маршрутах. Общая стоимость проекта была 8 млрд, из них 400 млрд было на собственном счете. Остаток на сегодняшний день суммы долго – 1,5 млрд. Значит, банк, форты, банк, просим пролонировать. Также на совете рассмотрели и новый проект внедрения современного метода лечения катаракты при помощи офтальмологической системы Infinity Vision. Благодаря государственной поддержке предприятие сможет купить современное оборудование, которое позволит с высокой точностью и надежностью проводить операции по удалению катаракты. Кроме того, на заседании поддержаны заявки предпринимателей, желающих повысить уровень своей квалификации путем бесплатного обучения на базе Назарбаев университета. Глава региона дал поручение подготовить все необходимые документы. Карагандинскому филиалу, акционеру общества фондом по проекту ТОРОША-АТС, провести соответствующие процедуры по возобновлению субсидирования подградения. Также глава региона отметил, что обучение топ-менеджменту позволит предпринимателям освоить новые модели построения успешного бизнеса. Всего от Карагандинской области одобрено 38 заявок. Это 22 человека, включенные в основную группу, и 16 бизнесменов одобрены в резерв. Аймамлина Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Караганда-Тимиртау. Из-за аварии образовалась пробка. Автодорогу с двух сторон Тимиртау и Караганды перекрыли. На место происшествия выехали экипажи батальона дорожно-патрульной полиции, местные полицейские службы, ДВД Карагандинской области и Тимиртау. Наш корреспондент Лариса Хусаинова побывала в эпицентре аварии. Информация о происшествии поступила вчера около 17.00. По предварительным данным, причиной ДТП стала плохая видимость и гололед. На месте происшествия работали сотрудники полиции. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование. Материал зарегистрирован на едином реестре досудебное расследование. По предварительным данным, массовое ДТП произошло из-за плохой видимости и гололеда. Тем временем на остановке Абзал собирались люди. Около 90 человек не могли уехать в Тимиртау. Три междугородних 107-х автобуса проехали мимо. Многие ловили попутные машины, выбегая на проезжую часть. Происходила давка. Очевидцы сняли на мобильный телефон всё происходящее. На трассе хаотичное скопление автомобилей после ДТП. По словам водителей, они ждали сотрудников дорожной полиции около 4 часов. 17 машин с различной степенью повреждений стояли на проезжей части. Кроме того, были автомобили, которых выбросило с трассы в придорожные сугробы. По сообщению пресс-секретаря областного управления здравоохранения, 68 человек обратились в областную травматологию. Были это пострадавшие с трассой Караганда-Тимиртау или другие жертвы стихии – неизвестно. Из них 15 в экстренную травматологию госпитализировали. 14 человек на дневной стационар. Остальные получают амбулаторно прошло. До позднего вечера продолжались работы по устранению последствий ДТП. Лариса Хусейнова, Александр Церекидзе, 1-й Карагантинский. В специализированном межрайонном суде по уголовным делам рассмотрели дело о жестоком убийстве 31-летнего темиртауского таксиста Арнала Курманбаева. Подсудимым Кириллу Кожевникову и Игорю Щербаку дали 25 и 23 года лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии строгого режима. К тому же с них взыщут моральный и материальный ущерб. Трагедия произошла в ноябре 2014 года. Таксовавший в тот день Арнал Курманбаев вез Кирилла Кожевникова и Игоря Щербака. По дороге между Курманбаевым и пассажирами произошел конфликт. Таксисту нанесли больше 10 ножевых ранений в область гортани, от которых он скончался на месте. Судебный процесс длился больше года. Суд приговорил Кирилла Кожевникова к 25 годам лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии строгого режима. Первые три года осужденный проведет в тюрьме. Также его будут принудительно лечить от наркомании. Игорю Щербаку дали 23 года. Его имущество будет также конфисковано. Отбывать свой срок он будет в колонии строгого режима. С обеих осужденных взыщут государственные издержки и моральный и материальный ущерб в пользу семьи погибшего. Гражданский иск представителей потерпевших Горбасовой обзыскания из Кожевникова и Щербак компенсации морального вреда удовлетворить частично. Взыскать с Кожевникова Кирилла Андреевича в пользу Горбасовой айгуль евроимовной компенсации морального вреда в сумме 2 миллиона тенге и государственную пошлину в сумме 1 тысячи 60 тенге. Взыскать с Щербак Игоря Александровича в пользу Горбасовой айгуль евроимовной компенсации морального вреда в сумме 2 миллиона тенге и государственную пошлину в сумме 1 тысячи 60 тенге. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный для тех, кто ценит качество. В этом году 161 населенный пункт, то есть 38 тысяч человек, проживающие в них, подвержены паводкам. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в области проведены усиленные подготовительные работы. Об этом рассказал на очередном брифинге заместитель Акима области Андрей Липунов. С 10 марта областная территориальная система гражданской защиты приведена в повышенную готовность. На сегодняшний день все работы завершены. Создан специальный план и карта по противопаводкам мероприятия. Составлены паспорта населенных пунктов. Проведены сходы жителей. В отдаленные населенные пункты завезены все необходимые медикаменты и продукты. Настроена система оповещения. В области подготовлены 209 пунктов приема эвакуированных людей. Заместитель Акима области Андрей Липунов рассказал о работах превентивного характера. Построено порядка 2 километров защитных дам. Отремонтировано 75 километров таких же дам. Выполнены берегу крепления. Одно углубление на 6,5 километров русел рек. Проведено спрямление и уширение полукилометра русел поводка опасных рек. Проведена очистка 70 километров реков, 83 километров канала и 1151 единица водопропускных труб. Из населенных пунктов области за всю зиму было вывезено порядка 920 тысяч кубических метров снега. На сегодняшний день паводковая ситуация стабильна. Все реки находятся в зимнем режиме. Черчайный резерв по области составляет 730 миллионов тенге. Резерв на неотложные затраты 833 миллиона тенге. И на сегодняшний день у нас что заготовлено. Это для прохождения паводкового периода. Горючесмазочные материалы порядка 8 тысяч тонн. Из оборотного наличия продовольствия 226 тысяч тонн. Инертный материал. Мешкотары более 70 тысяч штук. В прошлом году было всего лишь 14 тысяч штук. И взрывчатый материал 58 тонн. Подводя итоги брифинга, заместитель Акимобласти Андрей Липунов заверил. Мы надеемся, что паводок будет не такой мощный, как в прошлом году. Он будет многоводный, то есть реки будут идти в своих руслах, но он не должен, по крайней мере, потапливать населенные пункты. Поэтому пришел корректирующий прогноз. Уже обстановка более-менее, так скажем, позитивная. На базе центральной больницы города Тимиртау был открыт филиал областного центра травматологии и ортопедии имени профессора Хафиза Макожанова. Теперь тимиртаусам для получения экстренной помощи при травмах не нужно ездить в Караганду. Со дня открытия травматологического отделения было прооперировано около 60 пациентов. Кровати, каталки, инструменты, современное оборудование – все это есть в травматологическом отделении клиники имени Хафиза Макожанова. Но оборудованием отделение оснащено не полностью, хотя уже было потрачено около 50 миллионов. В настоящее время в отделение завезено самое современное оборудование для проведения травматологических операций. Электронно-оптический препозаватель, наборы для остеосинтеза, силовое оборудование, также аппараты ИВЛ, наркозно-дыхательные аппараты. В текущем году в оснащении отделения и инвентарем оборудованием планируется инвестировать порядка 50 миллионов тенге. Для разных операций необходим определенный набор инструментов. Чтобы полностью оборудовать отделение, требуется еще около 50 миллионов. Все затраты клиника берет на себя. Кроме того, операции для тимиртаусов будут проводиться бесплатно. Раньше жители города Тимиртау были вынуждены ездить в Караганду. Теперь они могут получить высококвалифицированную помощь и в своем городе. Филиал клиники будет оказывать медицинские услуги в протезировании, при ожогах и травмах различной степени. В настоящее время в нашем отделении оказывается весь спектр услуг, тот же, который оказывается в клинике Макожанова. В наших планах в третьем квартале начать эндопротезирование крупных суставов в городе Тимиртау для пациентов, перенесших травму тазобедренного сустава в экстренном порядке. Более 30 врачей центральной больницы города Тимиртау переведены в травматологическое отделение клиники имени Макожанова. Благодаря тому, что филиал открыт на базе городской больницы, экстренные операции можно будет проводить круглосуточно. В медицинском учреждении в ночное время дежурят врачи. Лариса Хусейнова, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. О других новостях. Единственный iPad-класс находится в Караганде в специализированной школе-интернат для одаренных детей имени Нагмета Нурмакова. На оснащение кабинета потрачено около 3 миллионов тенге. Подробнее о нововведениях вы узнаете из материала Остельца Зонбаевой. Одна из задач, которую школа ставит перед собой, это воспитание мирового цифрового гражданина. Потому что 21 век является веком цифрового гражданина, где гаджеты необходимы, как нам нужны эти книги, например. Были когда-то. Детям это не очень интересно. Поэтому мы очень активно используем интернет-ресурсы, возможности компьютера. У нас во всех кабинетах есть компьютеры, и все они подключены к интернету. И каждый учитель имеет возможность во время урока открыто входить в интернет-ресурсы. Специализированный кабинет появился в школе в декабре 2015 года. 15 совершенно новых iPad-ов украшают парты, заменяя тетради, учебники и прочие школьные принадлежности. Компания Apple поставляла оборудование из Дубая. Он нужен для того, чтобы сдвинуть мотивацию учащихся на конкретно определенную цель. А цель – получить качественное образование. А мотивация детей – это использование гаджетов для игры, для развития, для просмотров. И поэтому мы этот гаджет iPad-класс использовали как мотиватор, и мотиватор сдвинули на цель, на повышение качества образования в нашей школе. Нововведение удобно в использовании. В планшеты встроена специальная программа, с помощью которой учителя могут вести более тщательный контроль во время урока, раздавая задания и напрямую связываться с учеником. С помощью обычных игр подростки получают знания. К примеру, через популярную игру Minecraft школьники изучают биологию и физику. Для того, чтобы перейти на следующий уровень в игре, ученикам требуется выполнить задание. Звучит странно, но это действительно так. А вот что думают сами учащиеся о нововведениях? Мне очень нравятся сегодняшние уроки. Эти новые технологии ввели нас в большой потенциал. Все ученики раскрываются. Каждый ученик занят своей собственной работой и выполняет задания очень хорошо. Мы можем увидеть прогресс также. Нам очень нравится. Все уроки проходят на высоком уровне. Все связано с жизнью. И это, возможно, самое главное. Ежегодно областная специализированная школа-интернат для одаренных детей имени Нагмета Нурмакова старается быть лидером среди учебных заведений Караганды. Нужно отметить, что школа лидирует по результатам научных конкурсов и второе место по результатам единого национального тестирования. Кроме того, педагогический состав школы регулярно посещает учебные заведения различных стран для обмена опытом, тем самым улучшая качество образования. Асель Созамбаева и Сламбекоспан Александр Терекидзе, Первый Карагандинский. Наурыс вступает в свою силу. В учебных заведениях города проходят праздничные мероприятия. Ученики против учителей. Сотрудники и школьники гимназии номер 93 встретили Наурыс Айтысом. В актовом зале учебного заведения «Яблоку негде упасть». Среди желающих увидеть красочное шоу были школьники, учителя и родители. Атмосферу праздника подкреплял 50-летний юбилей, который гимназият празднуют в этом году. Подробности в сюжете о Имамриной. Празднование Наурыса в гимназии началось с Айтыса. Ученики взяли домбры против педагогов. В неравной схватке побеждали поочередно. Многие школьники в совершенстве владеют государственным языком. Особо отличились полиязычи и самые маленькие артисты праздничного концерта – 7-летний Виктор Каверин и его сестра Полина. Оба школьника учатся в казахских классах. Они выразили желание поздравить карагандинцев на государственном языке. А другой ученик Рубен Айрапетян поделился своими семейными традициями. Со слов школьника, на Новый год им обычно дарят подарки родители. А в день весеннего равноденствия дети благодарят и делают ответные презенты. Мы собираемся с семьей и идем куда-нибудь в ресторан. Мы и друзей собираем. Какие-то подарки вам родители дарят в этот день? Нет, мы им дарим. Руководство гимназии отмечает, несмотря на то, что в учебном заведении смешанное обучение, Наурыс любят все. Ежегодно школьники пытаются удивить педагогов, возрождая забытые традиции и обряды казахского народа. В нашем празднике сегодня участвуют все представители нации и народности. А в нашей гимназии насчитывается 12 национальностей. Это очень нас радует. Красочные постановки заставили зрители окунуться в эпоху биев и ханов. Ученики постарались на славу. Обещают удивить нас и в следующем году. Аймамрина Жаксулакнуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Заседание Науры Жиры молодежного клуба «Каз-Клаб» состоялось в Карагандинском областном историко-краеведческом музее. В какой форме студентам предлагают изучать казахский язык, расскажет Екатерина Афанасьева. В стране создано немало условий для того, чтобы обучить молодежь государственному языку. Так, к дню празднования Наурыза специалисты Центра по работе с молодежью провели заседание молодежного клуба «Каз-Клаб» на тему «Наурыз-Жары». Порядка 35 студентов из семи карагандинских колледжей имели возможность не только теористически изучить слова, но и практически окунуться в атмосферу языка и казахских традиций. Мы таким образом создаем эмоциональное восприятие языка, что является очень важным катализатором на изучение языка. То есть, одним словом, можно сказать так, участники могут потрогать, посмотреть, даже попробовать на вкус новые слова. Участники «Каз-Клаб» ежеквартально проводят заседания. С 2013 года их было проведено 30 на самые разные темы. Все встречи проводятся для того, чтобы стимулировать процесс обучения государственному языку путем применения нестандартных и оригинальных методов. В этот раз эта постановка на казахском языке, сопровождаемая яркими слайдами новых слов. Мы поставили сценку. Она рассказывает о том, как иностранец посетил один поселок, и мы хотели показать данную сцену как традиции и обычаи казахского народа. Роман Урсарюк – студент первого курса Карагандинского колледжа искусств имени Таттимбета. Юноша – коренной карагандинец. И с детства интересуется традициями и обычаями казахского народа. Со слов Романа, подобные мероприятия совершенствуют навыки разговорной казахской речи. Я пришел на это мероприятие, потому что меня очень радует и очень приятно быть на нем, что проводятся такие мероприятия, посвященные празднику наурызу, изучению казахских традиций. Все народы должны, живущие в Казахстане, знать о традициях и корнях самого Казахстана. Студенты имели возможность поиграть в национальные казахские игры, посмотреть ценные экспонаты Карагандинского краеведческого музея, угоститься баурсаками и наурыз-кожье. Екатерина Афанасьева, Жаксылык-Нуртай, Александр Цирикидзе. Первый карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. Уважаемые избиратели, хотим напомнить, что 20 марта состоятся выборы депутатов Можлица парламента и Маслихатов Республики Казахстан. Для голосования избиратели будут созданы удобные условия. 20 марта рынки города начнут работать с 11.00. Это были все новости на сегодня. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Коллектив телеканала Первый Карагандинский поздравляет вас с праздником наурыз. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин